Алексей Степанюк хорошо известен в футбольных кругах города. Он играл за ФК «Саров» с самого основания клуба по 2016 год. Алексей был ключевым игроком в сезонах, ознаменованных победами нашего клуба. Три года подряд он возглавлял команду «СК Терем», выступающую в чемпионате города. Под руководством Алексея Степанюка клуб победил в турнире 2018 и 2019 годов. Предложение стать главным тренером «Сарова» Алексей получил в декабре. Руководство поставило перед ним задачу – поднять планку клуба, привлечь новых игроков и болельщиков. Привлекаем молодежь. Нашего тренера тоже помогает мне Данилин Артем Александрович. Его молодежь 2003, 2004, 2005 года. Первый месяц такой был. Присматривались они к нам, мы к ним. И вот уже в прошедшую субботу играли контрольную игру между собой. По пробной игре тренерский штаб сделает выводы и будет определять состав на предстоящий сезон. Игрокам «Сарова» предстоит непростая задача. В чемпионате области они столкнутся с полупрофессиональными командами. 80% команд – это люди, живут почти на средства, заработанные футболом. То есть у них есть оклады, у них есть хорошая премиальная система. То есть в основном везде уже взрослые футболисты. То есть они уже, ну, там, понюхали порох. У нас же так акцент как бы, то есть у нас выпало целое поколение футболистов. Да, конечно, хотелось бы видеть опытных 2-3 человечка, чтобы они, ну, как бы, чтобы за ним тянулись люди, то есть росли за счет них. Но все упирается в финансирование, денег не хватает. До прошлого года расходы клуба брала на себя администрация. Но после вступления в силу постановления Минфина местные бюджеты не могут финансировать вопросы местного значения. В этом году администрация организовала конкурс грантов при поддержке вот таких некоммерческих организаций, как наши. Он прошел 3 марта, сейчас пока итоги подводятся. И администрация вот-вот дня на день должна выпустить постановление о выделении денег по грантам. Также клуб намерен привлекать спонсоров из числа предпринимателей нашего города. Еще одна цель, которую ставит перед собой Саров, вернуть на стадион болельщиков. Чтобы ему интересно было болеть за клуб, чтобы ему интересно было следить за клубом. Ну и, конечно, мы же хотим, чтобы молодые люди, которые есть у нас, которые увлекаются футболом, они себя как-то реализовали в жизни. Пока игроки заняты тренировками. Три раза в неделю на запасном поле Икара они встречаются, чтобы отработать функциональную базу, укрепить организм, развить выносливость. Также в планах провести перед чемпионатом пять товарищеских матчей на выезде.